О новом изобретении казахстанских ученых мы поговорим с исполняющим обязанности генеральным директором Национального центра биотехнологии Вячеславом Огаем. Здравствуйте. Вячеслав Борисович, доброе утро. Спасибо, что сумели прийти в нашу студию. Ну, вы как сегодня представители, я бы сказал, нового космического или сверхъестественного научного, научной разработки, я бы так сказал. Если казахстанские режиссеры пока еще не снимают фильмы вроде «Аватара» Джеймса Кэмерона, то вы, наверное, являетесь самым главным на сегодняшний день режиссером и ваша команда, которая, скажем так, создала или работает над этим исследованием. Расскажите о научных разработках, которыми вы занимаетесь. Да, Национальный центр биотехнологии – это ведущее научно-исследовательское предприятие биологического профиля, которое занимает все ведущие позиции среди биологических и биотехнических организаций. У Национального центра биотехнологии за 30 лет имеются очень хорошие научно-исследовательские разработки. В частности, это в области биомедицинских технологий. Мы разработали фармакогеномные тест-системы. Это для персонализированной медицины, для подбора определенных лекарственных препаратов. Есть определенные разработки в области регенеративной медицины. Мы создали препараты для регенерации дефектов суставного хряща, которые возникают при остеотрозе кальяного сустава. Это одна из последних разработок, которую мы совместно с Национальным научным центром травматологии ортопедии имени Батпенова начали еще с 2009 года. Мы выиграли грант на разработку прототипа нашего препарата, провели доклинические исследования успешно, подготовили патент на изобретение и получили финансирование от Министерства науки и образования на проведение первых клинических испытаний на пациентах с остроотрозом кальяного сустава. Какие успехи? Мы в течение двух лет провели первые клинические испытания на безопасность и терапевтическую эффективность нашего препарата, который включает собственные стволовые клетки пациента и несколько ростовых факторов, которые стимулируют регенерацию хряща. В 2022 году мы полностью завершили наши клинические испытания и показали, что наш биопрепарат безопасен в первую очередь и обладает эффективностью. По предварительным данным эффективность нашего биопрепарата составит 82%. Это высокий показатель. Это хороший показатель, но мы планируем подать заявку на программу целевого финансирования, чтобы провести многоцентровые исследования сразу в нескольких городах Казахстана. Это Астана, Караганда, Чемкент и Алматы. И планируем привлечь более 300 пациентов-добоводцев, которые страдают остроотрозом коленного сустава. Эффективность нашего биопрепарата показала, что он может восстанавливать и улучшать функциональную активность сустава уже через 6 месяцев. Очень хорошо этот препарат показал на более молодых пациентов до 40 лет. Это бывшие спортсмены, которые когда-то получили травмы коленного сустава. И препарат показал высокую эффективность именно на этой группе. Чем старше, конечно, пациент, требуется больше времени на восстановление коленного сустава. Это очень перспективная и передовая технология, которую разработал наш центр. И мы надеемся, что при поддержке Министерства здравоохранения или Министерства науки и высшего образования мы продолжим наши исследования и поможем пациенту, который страдает долгое время этим заболеванием. Остеротроз коленного сустава. Также мы планируем проводить исследования для разработки другой технологии. Это восстановление костной хрящевой ткани, которая возникает на головке тазобедренного сустава. Причем это были обращения от самих пациентов. Они говорили, пожалуйста, разработайте еще одну технологию для восстановления тазобедренного сустава. В этом направлении какие успехи? Мы планируем сейчас подать заявку на грант Министерства науки и высшего образования на разработку этой технологии. Это именно потребность самих врачей, а именно конечных потребителей пациентов. Потому что мне писали много писем не только из Казахстана, а из бывших стран Советского Союза, СНГ и даже из Америки. Они просили, а нет ли у вас разработки для восстановления тазобедренного сустава. Вячеслав Борисович, судя по вашим словам, отбоя от добровольцев нет, я так понимаю. Скажите, если не секрет, какая сумма была гранта? Это была программа, которая была выделена Министерством науки и высшего образования. 260 миллионов на два года. Это хороший показатель. Скажите, на ваш взгляд, достаточно ли внимания в том числе в финансовых вопросах сегодня уделяют отечественной науке и ее представителям? Да, в настоящее время Министерство науки и высшего образования и, конечно, при поддержке главы государства Касым Жемрата Тукаева выделяется с каждым годом больше денег на проведение научных исследований, научно-технических программ. Также выделяются деньги для подготовки кадров, повышения квалификации кадров в рамках программы «Волошак». Это 500 ученых. Вообще, у молодых ученых есть большая возможность повысить свою квалификацию, свое образование за рубежом. В ведущих научно-исследовательских организациях, в ведущих вузах. И также идет поддержка со стороны Министерства науки и высшего образования. Но молодых ученых это не только в области медицины, я так понимаю? Нет, это вообще в науке идет поддержка молодых ученых. Это проведение специальных конкурсов для молодых ученых, даже ЖАЗ ГАЛЫМ. Специальный конкурс для молодых ученых, а также молодые ученые могут участвовать и в общем конкурсе среди всех ученых Казахстана. А вот Национальный центр биотехнологии, как мы знаем, уже работает более 30 лет. И вы можете рассказать о самых каких-то успешных проектах? Ну вот помимо того, что вы выше нам рассказали про разработку гидрогеля. Да, мы недавно завершили исследование в рамках программы по персонализированию медицины. И результатом этого исследования явилась разработка генной терапии, можно так сказать. С помощью метода генной терапии получение так называемых противоопухлых лимфоцитов, которые могут эффективно бороться с раком крови. Даже так? Да, мы разработали вот эту технологию в стенах нашего центра. Это в лаборатуре генной инженерии под руководством Александра Шустова. Клетки называются карти-лимфоциты. Многие ученые знают, слышали об этом. И это одна из самых прорывных, наверное, технологий в мире. Мы, конечно, не первые, но мы также повторили и наладили... У себя, да, это производство? Да, производство вот этих клеток. И с этого года мы должны получить финансирование от Министерства здравоохранения на проведение первого пилотного клинического испытания на пациентах с раком крови в партнерстве с Национальным научно-онкологическим центром. А что это... Понятно, что рак – это очень тяжелая болезнь. Скольким людям это может помочь? Ну, как это вообще решить? Да, данная технология, она может помочь людям, которым не помогла традиционная терапия, химио-радиотерапия. И вот согласно мировым данным, данная технология может помочь людям, которые практически на последней стадии, на четвертой стадии рака. И будут результаты? У них есть надежда излечиться от рака крови. Это решаешь? Лейкемия, да, да. Какой процент надежды? Процент надежды, ну не знаю, ну более чем 50%. То есть больше 50% – это уже хорошо. Скажите, Вячеслав Борисович, как продвигается сегодня коммерциализация науки в разрезе нескольких лет, скажем так, и какая работа ведется прямо сейчас? Ну, допустим, в нашем центре мы получали несколько грантов. Это Всемир на банках в рамках проекта «Стимулируемые продуктивные инновации» от Фонда науки. И вот наши ученые, они, значит, коммерциализовали несколько продуктов, ну это может быть технология, либо услуга. Это, значит, препарат фитаза, который может использоваться на птизофабриках, вот, там, да. Это такой фермент. И, значит, по услуге по генотипированию крупно-рогатого скота. Это один из самых таких успешных в нашем проекте, который мы получили в рамках Семирного банка. Также проект по, связан с получением таких, сказать, редких исчезающих видов растений, такой, как яблонь из Вецкого. Это очень красивое дерево, которое напоминает чем-то сакуру, когда оно цветет. Мы примерно около ста саженцев подарили ботаническому саду. Там должен быть участок этих деревьев, и когда они полностью вырастут, будет очень красиво. Ну что ж, спасибо за такую подробную информацию. На самом деле, Вячеслав Борисович, вы и ваша команда занимаетесь, ну, я бы сказал, одним из самых благородных дел на этой земле. Не только, как говорится, в оздравии здоровья нации, но и в оздравии всего мира, я бы так же так сказал. Спасибо. С нами этим утром был исполняющий обязанности генерального директора Национального центра биотехнологий Вячеслав Огай. Вам хорошего дня. Спасибо, что пришлось. Успехов в работе. Будем надеяться, что в конце концов, может быть, через 5 лет, может, через 10 лет, а может быть, через 20 лет, получится так, что мы избавимся от тех болезней, которые сегодня называют смертельными. Мы сейчас говорим о раке, да? Да, мы сейчас говорим о тяжелых болезнях, конечно же. Спасибо большое. Спасибо.